Лекарственная терапия И химиотерапия в нашей стране пока не оставляет свои позиции И разработки новых препаратов Конечно, за 11 лет с возникновением новых препаратов Произошла тенденция к увеличению общей выживаемости времени Без прогрессирования, как говорил Юрий Игоревич И, конечно, большую роль сыграли современные препараты Здесь 5-летние результаты таргетной терапии Мы помним, что BRAF, ингибиторы, МЕК-ингибиторы За 5 лет использование таргетной терапии Привело к тому, что каждый третий пациент живет И частота объективного ответа Мы все знаем У таргетной терапии очень высока 68%, 70% С возможным достижением полных ответов До 20% и выше И мы помним, что если иммунотерапия предпочтительно назначать у пациентов без наличия вестерального криза То, конечно, у пациента с большим опухолем, вестеральным кризом, высокой скоростью, прогрессирование Конечно, этим пациентам необходимо все-таки предпочтительно назначать таргетную терапию Здесь данные новой комбинации, которая уже зарегистрирована за рубежом У нас пока еще не вошла в рекомендации, но повсеместно не используется Здесь также мы видим, что сопоставимые цифры общей выживаемости 5-летний Также более 30% Таргетная терапия проявила себя также наилучшим образом у пациентов с метастазами в головной мозг Мы видим исследование COM-BMB, в котором было включено 4 группы пациентов с симптомными и бессимптомными метастазами С лучевой терапией и без лучевой терапией было выявлено, что лучшие показатели общей выживаемости были у пациентов Которые получали таргетную терапию, лучевую терапию, были бессимптомные Среди пациентов из этой когорты медиана общей выживаемости превысила 2 года и составила 24 месяца Тогда как в других группах медиана составила 10-12 месяцев Здесь в данной таблице приведен весь арсенал иммунотерапии метастатической меланомы первой линии Мы видим, что первые три строчки – это CTL4 ингибитор, который появился, самый первый Который произвел революцию тем, что треть пациентов уже выходила на плато, часть пациентов была излечена Ну и следующие три строчки – это PD-1 ингибиторы, которые очень часто используются И среди них наш отечественный препарат, что от Радно Пролголемаб Мы видим, что все три препарата обладают сопоставимым объективным ответом от 38 до 45% И да, есть данные пятилетней общей выживаемости, где мы видим, что также общая выживаемость сопоставила во всех группах Однако наш отечественный препарат Ролголемаб несколько выигрывает 55% с более низкой частотой нежелательных явлений Следующая, конечно, по умолчанию комбинированная иммунотерапия Айпелемаб, неволумаб, которая проявила себя с хорошей эффективностью Мы все знаем, все использовали эту комбинацию И следующие строчки – это новые разработки препаратов И также из них наша отечная комбинация CTL4 и PD-1 ингибиторы Неволумаб с Релатлимабом также уже изучается и уже включен в рекомендации зарубежных наших коллег Релатлимаб, мы помним по докладу Анны Игоревне, что это антилак ингибитор И эти две комбинации проявили себя с хорошей эффективностью Мы видим, что общая выживаемость 4-летняя достигает 52%, а при нашей комбинации 74% Пока имеется 2-летние данные общей выживаемости Что касается PD-1 ингибиторов при назначении в первой линии Все три препарата мы видим, все три исследования были Здесь не прямое сравнение, но все-таки это для сведения Что в изучении Пролгалимаба, это исследование Миракулом Включались более тяжелые пациенты, близкие к реальной клинической практике С метастазами в головной мозг, с большим объемом опухоли И с большим количеством метастазов Это было подтверждено в реальной клинической практике Наши коллеги проводили исследование, фора называется В котором были включены те пациенты, которые не включаются обычно в клинические исследования 36% пациентов с различными заболеваниями Отоиммунными, хроническими болезнями почек, гепатитом, ВИЧ, сахарный диабет и так далее И видим, что даже у этих пациентов, в исключении обычных людей, которые мы лечим на самом деле Все-таки на фоне лечения Пролгалимабом не было токсичности у 88% И только в 2% случаев была степень 3-4 нежелательных явлений При этом объективный ответ как в клиническом исследовании, так и в реальной клинической практике И контроль над заболеванием был сопоставим То есть препарат проявил себя в реальной клинической практике, как и в клиническом исследовании Следующее – это всем известные графики комбинированной иммунотерапии Ниволумаба-Пелемумаб А уже данные за 7,5 лет наблюдения Это уже комбинация, которая проявила себя блестяще С общей выживаемостью 48-50% То есть 7,5 лет живет каждый второй пациент И без признаков прогрессирования живет каждый третий пациент Данная комбинация также себя эффективно проявила у пациентов с метастазами в головной мозг Пациентов с меланомой мы видим, что время без прогрессирования Здесь трехлетнее, то есть 50% Каждый второй пациент с наличием метастазов в головной мозг Живет без прогрессирования 3 года Это пациенты с бессимптомными метастазами. Также в исследовании ABC мы помним, что сюда включались пациенты с большими размерами метастазов. Комбинация неволумаба и пелемумаба привела к тому, что интракраниальный ответ здесь в два раза выше по сравнению с монотерапией неволумаб. Что же начинать все-таки? С чего начинать у пациентов с бравмутации? Ясно, что если нет бравмутации, то там иммунотерапия. А пациенты с бравмутацией, конечно, эта дилемма была изучена в исследованиях Сокомбит, где было разделение на три группы, где пациентам назначалась сначала таргетная терапия, потом переходили при прогрессировании на иммунотерапию, а вторая группа иммунотерапия комбинированная, переходили на таргетную. И третья группа – это такой альтернирующий режим. Что же было выявлено, что при наблюдении 32 месяца, это около трех лет, двух- и трехлетняя общая выживаемость имела тенденцию выраженную к росту у пациентов в группе B и C, то есть у пациентов, которым назначалась иммунотерапия в первой линии, и альтернирующие режимы показали более лучшие результаты, чем начало с таргетной терапией. Это подтверждается исследованием DreamSec. Это исследование задает очень много вопросов, но в итоге все-таки получены результаты уже трехлетние, четырехлетние данные. Мы видим, что старт, если с иммунотерапией, показал значительное преимущество в общей выживаемости. Мы видим разницу в графике в 20%, и время беспрогрессирования также оказалось более лучшими показателями. Мы видим, что время беспрогрессирования в группе комбинированной иммунотерапии медианно достигает 12 месяцев. То есть этими двумя исследованиями был сделан вывод, что начало с иммунотерапией в первой линии приводит к лучшим результатам. Но это не означает, что таргетная терапия у нас уходит с наших арсеналов никогда. Регуляция функций клеток. Мы знаем, что на этом графике наглядно показано, что достаточно очень много рецепторов. Это только единичные рецепторы. На самом деле там множество рецепторов, которые даже не перечислить. И основные рецепторы у нас уже изучены. Это CTL-4, PD-1, у нас есть препараты. ЛАК-3 сейчас уже достаточно более глубоко изучается. И следующим шагом идёт ТИМ-3. Какие препараты существуют для ангибирования ЛАК-3? Анна Игоревна уже говорила про Relatly MAP. И эта комбинация Relatly MAP и Nevolum MAP, то есть ингибирование двух путей PD-1 и ЛАК-3, привела к тому, что время без прогрессирования оказалось выигрышным. Два раза выше медиана времени без прогрессирования при использовании комбинаций. Общая выживаемость не достигнута. И идёт тенденция к расхождению графиков. Поэтому посмотрим дальнейшие результаты. Новые препараты. Также изучаются антилак-3. Это фиаллимап с теми племабом в первой линии. Мы видим, что выраженный водопад снижения размеров опухоли с временем без прогрессирования два года. Следующим шагом идёт разработка уже таких препаратов в нашей стране. Это также очень радует. Препарат норолемап. Здесь уже у всех на слуху, потому что во многих центрах нашей страны проходит исследование. Норолемап – это препарат, блокирующий CTL-4. И в настоящее время создан препарат нордати, который содержит в одном флаконе как прололемап, так и норолемап. То есть CTL-4-5D1 в одном флаконе. Соотношение 3 к 1. Более подробно об этом расскажет у нас чуть позже Алексей Викторович. Единственное, хочу сказать, что достаточно длительное изучение было этого препарата, этих препаратов. Мы видим, что доклинические исследования первая, вторая фаза уже завершена, вторая фаза получены, уже результаты опубликованы. И в настоящее время идёт набор внеадьювантные режимы и набор закрыт в метастатической меланомии. Мы тоже в этих исследованиях участвуем, и более подробно об этом расскажут дальнейшие ораторы. Следующий шаг – это тройная комбинация. В настоящее время это всё-таки вопрос из вопросов остаётся. Здесь представлено 3 исследования, в которых изучалась тройная комбинация. Одно из них было статистически достигнуто своих результатов. Это Эмспайр-150, где изучался атазолизумаб с брафами-конгибиторами. И данная комбинация также изучалась у пациентов с метастазами в головной мозг. Мы в это исследование включали пациенты с большими метастазами. И было выявлено, что те пациенты, даже у которых симптомные метастазы, каждый второй отвечал в виде уменьшения опухоли. И этот ответ длился достаточно долго, 10 месяцев. Однако, хотелось бы в заключении сказать, что профиль пациента тройной комбинации до сих пор не ясен. Хоть у нас давно существует рекомендация, на самом деле широко не используется данная тройная комбинация. Каждый раз идут попытки определения идеального пациента. И, конечно, мы все помним, что вне зависимости от наличия браф-мутации, приоритетным является назначение иммунотерапии. При наличии висцерального криза и большой опухолевой массы, конечно, предпочтение отдается таргетной терапии. И, конечно, то, что в нашей стране развиваются наши отечественные препараты, которые не уступают эффективности, является предиктором того, что фармацевтика развивается, и наши пациенты не будут ощущать недостатка в наших препаратах, в современных, таргетных и иммуно-онкологических. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы... Спасибо.